Впереди 167 суток космического полета, 50 экспериментов на борту орбитальной станции и 5 выходов в открытый космос. Миссия экипажа космического корабля «Союз ТМ-08М» весьма непростая. Мы готовы ко всему, да, и к полету тоже. Впервые в истории орбитальных полетов «Союз» долетит до МКС всего за 6 часов. 530 секунд. Есть выключение двигателя третьей ступени. Есть отделение. Счастливого полета. Только 4 витка вокруг Земли на космическом корабле и встреча со станцией. Так называемая короткая трасса полета. Ожидаем касания. Есть касания. Лететь двое суток, конечно, тяжелее, чем лететь 5, 6, 7 часов. Это понятно. Но самое главное, что сейчас мы имеем корабль, который позволяет летать достаточно быстро. Во-первых, очень хорошая вычисленная машина на борту. Она может посчитать все маневры корабля. Когда экипаж добирался до МКС двое суток, на борту корабля он имел возможность переодеться, поесть и даже поспать. На этот раз за столь короткое время даже к невесомости особо не привыкнешь. А это тоже серьезное испытание. Есть мнение, что привыкать к невесомости в маленьком объеме лучше, чем привыкать к ней оказаться сразу в большом объеме станции в невесомости. Но почему-то никто в этот момент не говорит и не уточняет, что эти двое суток корабль находится в закрутке. То есть он постоянно вращается относительно одной из осей, для того, чтобы сохранять направление солнечных батарей на Солнце. И ты, получается, вращаешься вместе с ним. И кроме воздействия невесомости, которая не очень благоприятно влияет на организм, получается, что ты постоянно находишься на каруселях. Если каждого из нас посадить на карусель на двое суток, я сомневаюсь, что это упростит процесс привыкания к невесомости. Сейчас экипаж входит в режим орбитальной работы. Как они шутят, превращаются в летучих мышей. Предстоит полностью изменить биологический ритм жизни. Работать ночью, а спать днем. Я уже купил игрушку, плюшевую игрушку летучей мыши, буду вживаться в образ. Спать днем, ночью бодрствовать. Александр Мисуркин готовится к своей первой космической миссии. Он с раннего детства мечтал стать космонавтом. Мастерил для себя космический корабль и летающую тарелку. Потом аэроклуб и летное училище. Мечта побывать там, где до него никого не было, не оставляет и сейчас. Конечно, хотелось бы и на Марс попасть. В силу возможности развития нашей техники, в силу желания не только нашего государства, но и наших народов вместе. Второй бортинженер корабля, астронавт НАСА Крис Кэссиди. Участвовал в боевых операциях в Афганистане. Морской спецназ. Так что к долгим экспедициям не привыкать. Уже летал на орбиту на американских шаттлах. Перед отправкой в космос на российском корабле примеряет и испытывает все космическое обмундирование. Вот время. Одна минута прошла. Осталось 124. Все тогда. Больше не беспокоим. Два часа в скафандре. Под давлением. Имитация космического полета. Все это время Кристоферу необходимо просидеть вот в такой позе эмбриона. Одна страница. Другая. В российском скафандре удобно даже читать книгу. Мне сейчас очень удобно. Я могу двигаться внутри. Могу даже вот так почесать нос. Для каждого космонавта готовится специальный индивидуальный набор. Все, что может пригодиться в полете. Теплозащитный костюм, профилактический пингвин, комплект одежды, белье, водозащитный костюм «Форель». Крис, вы должны сейчас присесть. Сюда? Сейчас. Ну, нет. Не сидите здесь. О, я имею. Да. Не сидите здесь, но... Нормально. Так. Нормально. Все нормально. Да, все правильно. Здесь вот эти движения можно выполнять? Но. А так? Я плаваю. Да. Правильно сказали. Правильно. Такие космические доспехи шьются под каждого члена экипажа и зачастую не используются. После своего второго полета Павел Виноградов подарил свой космический костюм музею на космодроме Байконур. Коллекционировать их дома проблематично. Павел Виноградов. Командир экипажа. Один из самых опытных космонавтов в отряде. Поэтому руководить экспериментом короткой стыковки доверили именно ему. Ему не нужно что-то говорить, просить меня что-то сделать. Если я чувствую, что я могу где-то ему помочь, я делаю это сам. И для меня это удовольствие. Успешный инженер-конструктор РКК «Энергия». Он подал документы в отряд космонавтов в 40 лет. Этот полет для Виноградова будет уже третьим. Профессия космонавта уникальна хотя бы тем, что это удовлетворение своего любопытства за государственный счет. Нигде вы больше такого не найдете. На орбите Павел Виноградов отметит и свой день рождения. Причем не просто очередной, а юбилей. 60 лет. И возможно именно он, как посланник всей планеты, вынесет в открытый космос олимпийский факел. Планируется, что имитация олимпийского огня отправится на орбиту и облетит вокруг планеты уже в августе. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok